Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль ВАЗ-2110 2004 года выпуска Полторашка 16-клапанная Коробка механика, передний привод Пробег на автомобиле 176 тысяч километров У хозяина пропали тормоза Сначала педаль провалилась Потом потихоньку, потихоньку И вообще, жмешь, тормозит на самом-самом конце Ну, примерно предположил, что это может быть, говорю, либо цилиндрик какой-то, либо шланг Но оказалось, задний, правый цилиндрик заглянул под автомобиль Там все мокро Сейчас заменим задние два цилиндрика Один он не меняется Потому что заменишь один, побежит второй Поднимаю автомобиль, снимаю колесо И снимаю тормозной барабан Левое колесо вот так выглядит А правое колесо мокрое все Мало того, что мокрое, и оно уже еще и подсохло Закрутим еще в ее направляющие Снимаем барабан А, тут разворотило Ручник развалился Слетел палец Так, ну ладно, колодка изношена Тогда заодно сразу заменили колодки И надо будет взять сейчас комплект Д intellect, Aquí скажем body Игорь,istyнград Тихо 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 Закручиваем Тихо 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 Шайба Пополажа отпечаталась. Штифт Ладно, откручиваю цилиндрик, откручиваю трубку сверху и откручиваю два болта, которые крепят цилиндр. Попробую сначала обычным ключом широким, если не получится, возьму разрезной. Не, не получается, нужно брать разрезной. Вот такой разрезной ключ. Даже зажимать его болтом не стал. Штуцер открутил. Хорошо, трубка целая, столонится. Трубку менять не нужно будет. Трубку 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 И Трубку Трубку Ну что, мою здесь все, беру очиститель тормозной системы и всю эту грязь смываем. Помыл здесь, немножко почистил, берем, устанавливаем цилиндрик на место, вазовский цилиндр, снимаем заглушку. И наживляем трубку. Также наживляем и затягиваем сам цилиндр. Закручиваем. Цилиндрик установил, подтянул, поворачиваю поршеньки. И хотел показать, взяли новый установочный комплект, а он немножко не подходит. Здесь у нас вот ровненько, а здесь у нас не идет. Разница почти 4 миллиметра. Паз не встает и колодка раздвигается сильнее, чем нужно. Барабан не одевается на новой колодке. Поэтому вот эту пластинку буду ставить старую. Штифт новый одел, зафиксировал. На старом там просто было проволочкой, поэтому ее обрезало и она слетела. Колодки вазовские. Вот такая коробка. Комплект колодок с заднего тормоза. Одеваем пружинки. Собираем колодку. Одеваем новую пружинку. Вот так вот. Теперь отводим рычаг ручника, одеваем его на трос. Вот так вот отвел его. Одеваем на трос. И теперь можно пружинку заводить под низ. Одевать колодку. И одевать пружинку на колодку. Так же с этой стороны. Верхняя колодка. Верхняя пружинка на колодках у нас стоит. Теперь остается нам поставить нижнюю. Берем тоже новую. Все, колодки установлены. Так, что у нас там? Ручник отведен. Пробуем барабан, как подойдет. Да, барабан нормально. Смазываю ступицу. ДИНАМИЧЕСКАЯg Берем. ГИКС. Сейчас мы смотрите. ДИНАМИЧЕСКАЯг 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 Добавил субтитры. Все, теперь подтягиваем трос ручного тормоза. И проверяем, чтобы у нас не зажало колодки, чтобы они крутились. Все, я думаю, этого достаточно. Теперь можно прокачивать тормоза. Для этого мы заливаем тормозную жидкость, снимаем со штучеров прокачки заглушки. Ну, сам процесс прокачки уже показывать не буду. Вторую сторону я уже заменил, аналогично этой стороны. Так что на этом замену цилиндриков и колодок заднего тормоза я закончил. Всего вам доброго. Добавил субтитры DimaTorzok